Дай почитать Любопытно, что у каждого романа новый автор, и у читателей есть возможность попробовать узнать настоящее имя сочинителя по его индивидуальной творческой манере. Я принялась за первый роман этой серии «Дело Зелесултана». Пролог и эпилог помещает нас в современность. Балка, разумеется, не без человеческой помощи, падает и калечит женщину. Старший следователь, арест волен, начинает расследование и при осмотре места происшествия находит деревянную коробку, в которой хранится стопка старинных ученических линованных тетрадей. Но прочитать рукопись он не может. Она написана стенографической записью. И просит расшифровать генерала-майора КГБ Сергея Сергеевича Воронцова, который сейчас на пенсии. Последний прекрасно справляется, и мы переносимся в XIX век и погружаемся в мир шпионов, опасности, а главное, знакомимся с надворным советником Х, который под именем родмистра Нестера Васильевича Загорского отправляется в Персию с опасным, важным и деликатным заданием. Вместе с ним едет и верный его слуга Азиат, тоже ненастоящее имя, Ганзолин или Газолин, верный отчаянный. Нашему X, помесь Фондорина с Пуселиным, необходимо как-то не только проникнуть во двор Шахен-Шаха Насыр-ад-Дина, но вызвать у него доверие к себе такой степени, чтобы убедить отца в том, что его сын Зилий Султан замыслил восстание против решения отца передать трон старшему сыну. Ну и тут воображение анонимуса разыгралось, хотя для любителей детективов ничего необыкновенного не происходит. Скорее, все штамповано вторично. Интриги при дворе, интриги в гареме, интриги вокруг Персии, интриги двух ярких женщин, соблазнения, любовные треугольники, пережив бои, плен, дружбу, тюрьму, женские каверцы, угрозу смерти. Наши герои успешно справятся с заданием, и гражданской войны в Персии не случится. Честно, над именем автора даже не задумалось. Сюжет склеен по трафарету, псевдоисторичен, стиль не выдержан, детали не прописаны. Не спорю, это легкое чтение на вечер. Ну а почему бы и нет? 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!